Когда вы долго думаете над тем, как поступить, работает только ваш разум. Он взвешивает достоинства и недостатки, пытается предугадать исход дела, а заодно пытается вместить ваш конкретный случай в рамки опыта ваших знакомых и мнений окружающих. Тут нужно помнить, что если вы будете копировать чужой опыт, то сможете добиться определенных успехов. Но успехи эти будут средними и дадутся с большим трудом. Для того, чтобы достичь настоящего успеха, нужно определить свою цель и двигаться к ней, не слушая посторонних. Можно принимать к сведению то, что советуют другие, но окончательное решение нужно принимать своим сердцем. На деле же, при чувстве от души, как правило, люди в расчет не принимают. Для принятия правильных решений в транссерфинге есть техника. Сначала подождите, не мешайте разуму до тех пор, пока он не примет решение. Ну вот, решение принято. В этот момент никого не слушайте. Включите осознанность и отдайте себе отчет. Какие чувства вы испытали в ту секунду, когда решение было принято? Состояние душевного комфорта покажет отношение души к решению разума. Правильное решение рождается в единстве души и разума. Однозначным показателем неправильного решения может быть состояние душевного дискомфорта. Если вы приняли решение и при этом испытываете тягостное ощущение, похожее на чувство вынужденной необходимости, значит душа говорит вам «нет». Если же душевного дискомфорта после принятого решения не испытываете, значит душа говорит «да» или «не знаю». В таком случае окончательное решение остается за вашим разумом. Но если решение верное, это ощущение вы не спутаете. Душа поет, а разум доволен своим решением. Итак, всякий раз, когда вам необходимо принять какое-либо решение, слушайте сначала голос разума, а потом наблюдайте чувство души. Как только разум принял решение, душа реагирует на это решение либо положительно, либо отрицательно. В последнем случае вы испытываете смутное ощущение душевного дискомфорта. Когда решение было принято разумом, вас должно посетить это мимолетное чувство. Вот теперь вспомните, каким было это самое первое мимолетное ощущение. Если это было ощущение безысходности, вынужденности на фоне оптимистичных рассуждений разума, значит душа ясно сказала «нет». Если душа говорит «нет», а разум говорит «да», лучше отказаться от принятого решения, если это возможно. Душа всегда знает точно, чего она не хочет. Есть один простой и надежный алгоритм для определения душевного «нет». Если вам приходится себя убеждать и уговаривать сказать «да», значит душа говорит «нет». Запомните, когда ваша душа говорит «да», вам не нужно себя уговаривать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова